на ремонте вот такая стиральная машинка indesit не старая модель ивсб 51051 и сзади еще добавлено оа значит диагноз работает но при больших оборотах начинает стучать тарахтеть значит я сейчас буду так потихонечку барабан понятно что он теребается вместе с баком но есть отдельная вот смотрите бак на месте а я вот так вот его может быть это видно вот бак стоит я бак сейчас не шевелю а чисто вот барабан так возможно если от гнила вот здесь вот за баком барабаном стоит крестовина трехлопастная если 1 1 лопасть или 2 от гнило он еще держится на месте на валу но уже терепается и вот скорее всего но с ним есть проблема барабан бак неразборной и поэтому даже крестовина не продается они алюминиевые тут сама крестовина алюминиевая с нержавеющим баллом в продаже продается только такие но не то чтобы кустарная но специально изготовленные поликалу из нержавейки не заводские крестовины но из нержавейки то есть если три года не прошло три года а крестовина уже сгнила у людей но это может быть зависит от качество воды но вот сгнило поэтому принято решение вариантов два или вот поставить крестовину или бак в целом значит где-то 120 долларов стоит полностью сборе бак с комплектом чтобы поменять крестовину это будет стоить но дешевле немножко меньше там может быть чем около 100 долларов но вопрос другом что это уже будет нержавеющая крестовина она выходит дольше чем алюминиевая которая будет в комплекте такая же алюминиевая как и это поэтому принято решение разбирать распиливать бак ну и сейчас этим займемся снимаем верхнюю крышку и разбираем все для того чтобы вынять бак для распиливания ну а начнем с крышки задняя крышка раскручивается верхняя крышка сзади два винта вот эти два винта откручиваем после того как открутили нужно толкнуть крышку туда и она снимается все теперь у нас есть задача все раскрутить для того чтобы снять бак утяжелители тоже будем откручивать потому что с ним ну они утяжеляют с ним тяжело работать снимаем вот эту верхнюю часть потому что нужно снять вот эту вот крышку поэтому контейнер тоже откручиваем ну и снимаем вот эту панель но для того чтобы панель снять значит фиксатора я не вижу сейчас будем просто на себя наверно потянуть и выйдет из зацепления сейчас определюсь значит смотрите контейнер просто вот здесь на вот этих выступах фиксируется нужно просто сильнее потянуть и он выходит и теперь мы можем открутить вот эти три болта и вот эти два винта и тогда можем вынять и емкость эту и вот еще два винта сверху и тогда снимем переднюю панель я тоже нужно снять не забываем что вот эти вот винты отличаются вот эти они по идее должны быть не ржавейка а судя потому что я вижу что он заржавил наверное здесь нержавейку не поставить ну значит смотрите я открутил вот эти два винта плата управления снимается здесь просто разъем один и все плата управления несложная бачок снимается он просто вверх здесь на вверх поднимаем и все и вот здесь единственное что нужно сейчас запомнить где синий где белый это важно какой куда идет а ну вот на синий идет на фиолетовый синий к синему так скажем здесь если у вас нет маркировки белый на черный если нет маркировки важно не перепутать это играет роль для работы стиральной машинки ну что еще хотел обратить внимание здесь передняя панель она приварена не откручивается поэтому бак будем вынимать вверх это значит что нужно ну все сверху снять и нужно вот это снять утяжелитель в любом случае нужно здесь хомут снять хомут вот этот резиновая горловину хомутик такой проволочный здесь ну и снизу тоже все электрические подсоединения все покажу продолжаем разбирать для того чтобы снять вот этот корпус бункера необходимо скинуть резиновую петлю вот здесь есть такая ручка и за нее зацеплена резиновая петля шланга ее нужно просто поддеть и скинуть с этой петли и тогда снимется вот тут резиновый шланг откручиваем головкой торцевой три болта и снимается груз тогда и вот присостат тоже нужно снять шланг она просто снимается и вот из этого зацепления вывести если он у вас не выходит с одной стороны вроде выходит поэтому придерживаете с одной стороны а с другой стороны отверточкой придавили с двух сторон собственно откидываем в бок и добираемся уже теперь до дальше до горловины ищем где в горловине стоит резиночка пружина чека значит здесь везде стоит вот здесь везде проволока в одном месте проволочка стягивается пружинкой вот в этом месте пружинка стоит просто поддеваете в этом месте где пружинка и вытаскиваем оттуда пружинку она растягивается или или так скажем можно зацепить за зацепить за проволочку или за саму пружинку для того чтобы вытащить что-то здесь как-то попытаюсь вам показать как это сделать очень маленькая щель и зацепить сложно ну именно пружинку выковыриваем она тут растягивается и хомут снимается сейчас попытаюсь показать одной рукой у меня не удавалось двумя руками я смог подцепить пружинку подцепил и вытаскиваем и вот эту этот хомут вытаскиваем и после того как вы такой проволочный хомут вытащили то тогда можем снимать кто-то называет его губа кто-то мухта кто-то хобот снимаем и теперь в этом месте уже не крепится к корпусу ну и там потихонечку теперь нужно переходить вниз и отсоединять там нижние провода чтобы можно было ну а сейчас нужно еще снять утяжелители эти сейчас снимем утяжелители петельку петельки сняли тогда контейнер может уйти утяжелитель груз тоже снимаем ну собственно сверху у нас уже ничего не держит кроме пружины единственный момент смотрите когда вы будете поднимать а тут вверх то может цеплять может и не цеплять конденсатор и вот здесь может цеплять клапана клапана тоже нужно будет отсоединить вместе с патрубком прямо все вместе мы можем убирать клапан отдельно снимаем клапан чтобы он нам не мешал теперь с этой стороны сверху нам ничего не мешаем переворачиваем отсоединяем провода там электродвигатель можно снять вообще чтобы было легче можно с ним снять и потом уже здесь его на месте откручивать а можно там все поснимать ну сейчас посмотрим как будет легче это сделать что принял решение открутить вот эти амортизаторы амортизаторы открутить просто гайки с одной и с другой стороны открутил и туда проваливается снимется вместе с барабаном принял решение что сниму вот этот только патрубок и он поднимется вместе с вместе с патрубком снимется вот так вот из патрубком туда уйдет отсоединил от электродвигателя фишку ну тут есть еще фишки от провода от тена вы можете их отсюда снять а можете вот открутить заднюю крышку и со стороны задней крышки будет удобнее снимать и все и теперь электродвигатель бак вымется и уже снаружи я потом когда вытащу сниму вот этот утяжелитель этот патрубок после этого потому что там болт закрывает утяжелитель закрывает болт и сниму электродвигатель но сначала вот те провода как только я сниму не просто неудобно там сейчас темновато вытащить их вы потом не перепутаете местами там желтый с зеленым это корпус а два идет на цен без разницы местами можно менять снимаем и переворачиваем начинаем вытаскивать вверх бак ну я показываю как я снимаю значит смотрите осталось только пружины они просто вверх берете как вам удобно он он очень нелегкий там еще один утяжелитель есть и просто вверх вытаскиваете с одной стороны и с другой если бы уже снял в общем то он немножко тяжеловат конечно но за счет того что там есть еще один утяжелитель ну а теперь если этот утяжелитель взять то он уже таким тяжелым не будет утяжелитель снимаем обыкновенным ключом торцевым на 10 вот так вот здесь сейчас торцевой ключ на 10 откручиваем и тогда все с этого начинайте потому что он тяжелый и все остальное делать будет уже намного легче ну и все начинаем смотрите ситуация какая разрезать все равно но судя потому что вот я не знаю я могу его телепать вот он шатается руками считается но суть в чем что он считается вместе с смотрите вместе с валом и вместе с почему почему-то раньше мне это не удавалось посмотреть но он вместе со шкивом а это значит проблема не в крестовине а в подшипниках соответственно ремонт будет дешевле разбираем и меняем подшипники ну а сейчас пока разбираем все составляющие перевернул снял я утяжелитель перевернул на эту сторону открутил два болта на которых держится электродвигатель можем снять ремень и теперь уже снять электродвигатель он просто снимается и все в хорошем состоянии машинка не старая теперь в принципе мы же будем разрезать разрезать ножовкой поэтому нужно будет снять и в том числе и тэн и все снимаем все патрубки в принципе это можно и не снимать а вот чтобы пилять и нам не мешали амортизаторы их желательно быстро просто чтобы они нам не мешали но при том как будете пилить а можете оставить ну и так уже в принципе можем приступать к пилению единственное что вот этот патрубок надо бы наверное снять хомут снимаем и снимается хомут снимаем и снимается сейчас зайду домой в тепло и посмотрю немножко прилип ну а теперь будем заказывать подшипник санник при смене подшипников обязательно санник вообще при раскупорке даже если у вас не разрезается но этот этот бак распиливать поэтому берем ножовку острую с слабым разводом чтобы она делала тонкий пропил я буду делать это ножовкой по дереву но острой кто-то делает это ножовкой по металлу но она узкая и как-то неудобно мне больше нравится ножовкой по дереву но это я все покажу а сейчас подготавливаемся и в том числе нужно снять тем тем снимается просто откручиваем гайку и вытаскиваем там на резинке будет туго выходить просто подковыривать гайка на 8 и потом отверточкой потихонечку выковыриваете сюда потому что когда будете пилять можете его ножовкой зацепить ну что же теперь переходим к тому чтобы распиливать пилить в прямом смысле обыкновенной ножовкой у ножовки должна быть мелкая мелкий зуб а не крупный тогда он не так сильно разведен видите развод то есть вот разбежность это развод согнутость в одну и другую сторону небольшая тогда пропил будет не такой толстый кто-то даже пиляет ножовкой по металлу но мне кажется она слишком коротковато и неудобно будет пилить значит что на что обратите внимание вот смотрите какая толщина вот этой части здесь такой загиб а вот толщина этой части оставляете смотрите видите вот здесь примыкает вот это вот толщина на данный момент это левой части не нужно пилять прямо в стык вот это пропиливаете оставляйте оставляйте эту толщину и сбивайте вот этот край это не сама толщина это такой загиб его нужно пропиливать а эту толщину не уменьшайте потому что на вам эта толщина нужна для укрепления вот этот бортик он заходит в эту сторону и в эту сторону его пропиливать можно а вот толщину самого корпуса потому что болт должен за что-то схватиться чтоб не прогибался поэтому видите вот были места вот здесь где здесь есть зазор и есть куда поставить на ножку здесь еще не пропиливано но тут зазор есть а вот здесь нету зазора и нужно пилить не в зазор видите а немножко прямо по сейчас покажу а немного прямо по если вы будете пилить потихоньку то тогда не боясь что там где-то скосите то тогда вы сможете потихоньку пропиливать прямо рядом с вот этой целой частью не уменьшая ее толщину ну и так потихонечку держа потихонечку пиляем укрепляете обращайте внимание насколько вы должны пропилить вот смотрите вот это борт вот это борт он разный у разных баков ну вот здесь допустим он один сантиметр плюс толщина вот этого корпуса но пусть 5 миллиметров и все и начинается там дальше уже видно бак сильно не заглубляйте вы начнете в нержавеющий бак упираться просто вот видите что здесь белое а тут провалилось в черное в пространство сильно не наклоняйте потихонечку вы будете чувствовать что раз она туда проваливается глубже не надо и потихонечку пиляем 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 труднее всего пропилить вот в этом месте сейчас покажем у всех есть такой расширительный бачок под трубку черную которая здесь выходит он по-разному склеен и вы должны все-таки часть толщины вот этой стенки оставить поэтому как-то здесь в этом месте она сильно проплавлена проплавлена но толщину этой стенки нужно все равно оставить за счет вот этого то есть нужно сдвинуться можно сдвинуться если берем это левая сторона то можно сдвинуться чтобы все-таки толщина не не уменьшить потому что нам здесь ставить болтики прижимать и она еще должно держать крепить сюда внутри скорее всего поставим болтики посмотрим куда можно будет поставить но в крепкое место чтобы она не сломалась ну и так распиливаем полностью и располовиниваем когда распилим эта часть с ним ну что же я распилил теперь эта часть отходит как видите эту часть вот этот расширитель нужно пропилить и здесь и здесь единственное старайтесь его пропиливать ближе к этому краю чтобы вот здесь все равно осталось тело достаточно крепкая а то она может выйти прямо сюда и это будет проблема скорее всего придется выкинуть чтобы склеилось нужно чтобы толщина стенки толщина тела здесь все равно было и она должна быть жесткой сюда за болтом придется прикручивать их болтом придется стягивать для этого толщина стенки нужно как видите я аккуратно не до трех не снимал тэн я его немножко тут открутил на борту расслабил телепается но не не уберу собственно это не обязательно единственное что обращайте на него внимание чтобы не перерезать ножок металлический конечно что делаем дальше снимаем снимается он просто откручиваем вот этот болт под шестигранник вытаскиваем шкив и он туда прямо должен выпасть легко должен сбиться откручиваем для того чтобы открутить шкив нужно звездочку наверное на 6 и очень плотно то есть я вот у меня рычаг потом я еще добавил вот так и ну сел сверху и смог сорвать ну и теперь снимаем шкив должен нормально сняться по идее нужно было предположение что проблема с крестовидной но крестовина как видим в хорошем состоянии с ним все в порядке идеальное состояние а вот проблема с подшипниками и конечно с подшипниками проблема из-за того что туда попала скорее всего но я так думаю с этой стороны для этого не вижу но так собственно сейчас осталась задача выбить подшипники но это просто здесь два подшипника один с этой стороны другой с другой то есть тот который с той стороны отсюда выбиваем валом берем наставку упираем и по кругу пум 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 выбиваем то же самое с этой стороны оттуда выбиваем и он вместе с сальником должен 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 выйти будет это легко или нет не знаю иногда бывает очень сильно прикипает особенно если туда вода попадает в середину ну судя по тому что я вижу здесь еще смазка есть почему он так сильно болтался я не знаю весь тарахтит вот этот весь тарахтит а этот как был менять нужно обои конечно есть некоторое движение основная причина здесь во внутренней снимаем смотрим какой подшипник заказываем заказываем специальный сами для этой стиральной машины для стиральных машинок специальные сами не такие как автомобильная специальных магазинах все это продается и используем специальную смазку для стиральных машинок обыкновенная не подходит заказываю разбираем и заказываем нужные подшипники так возникла проблема непредвиденная которая может возникнуть и у вас этот передний подшипник рассыпался выпал сепаратор выпал внутренняя обойма а наружная застряла там и ее никак не поддеть потому что я выбивал и и даже с выбиванием выпало только это а этот внутренний остался причем все подшипники шарики вот в таком состоянии половинка шарика видите а ударить с той стороны там бортик невозможно с той стороны будем покажу как я буду этот вопрос решать я нашел померял какие должны быть шарики там в середине нашел такого же размера шарики и будем собирать подшипник заново принципе таким образом таким образом их и на заводе собирают подшипники вставляем какое-то количество и вставляем внутреннюю обойму и она туда вот попадает этого мало еще один поставим тут больше определенного количества не вставите так все попробую еще немножко сейчас и так выставил туда шесть шариков вставляю обойму и теперь могу распределить так они сепаратором распределяются шарики ну а я так в таком положении могу распределить по кругу и теперь буду уже выдавливать не с помощью молотка не получится у меня а с помощью как и надо было это сделать с самого начала буду вы вытягивать с помощью болта значит обыкновенный болт с обратной стороны так чтобы он в корпус не придавливал вставляем как раз вставляем с этой стороны шайбу и закручиваем гайкой сделал делаем съемник и с помощью съемника уже теперь вытаскиваем более правильный способ потому что таким образом мы не не перекашиваем а попытаемся именно так снять потому что ну вот ударами не получилось шарики разрушились этот остался на месте сейчас будем вытягивать и так чтобы я потерял эту шайбу распределяю более-менее равномерно шарики так чтобы можно было чтобы они держали ставлю шайбу накручиваю гайку ну и ключом буду пытаться придерживаю с той стороны ключом буду пытаться выдавить вытянуть сейчас посмотрю все ли нормально с шариками шариков уже не вижу поэтому буду просто давить если не вижу что перекашивает ну и теперь ключом чтобы он крутился обратная сторона не должна крутиться поэтому сейчас я найду ключ и буду держать ушла волка провалилась туда поэтому буду пытаться держать вот за резьбу потом будет правда сложно идет или нет не знаю ну сейчас буду пытаться вот таким образом выдавить подшипник итак показываю что у меня получилось я поставил такой болт который пролозит вместе с головкой может быть она разная поэтому больше чем на 10 не получилось ну собственно и все теперь я распределю уже шарики по поверхности теперь подставляю подкладку и выкручиваю все выше и выше у меня уже почти получилось вытащить идет туговато но идет другого способа не существует то есть обратите на это внимание если хотите все таки спасти ситуации нужно каким-то образом с одной стороны я держу тоже торцевым ключом и идем сейчас оно упрется мне наверное это уже опилось уже в шайбу сейчас покажу вот подшипник уже дошел теперь у меня есть вот такую я нашел выпуклую шайбу ну типа втулки какую-то приподнять и теперь я смогу еще немного поднять ну а дальше мне кажется она уже пойдет легко она сама выйдет наверное я уже где-то зацепилась наверное уже уперлась уже и вышла шайба ну теперь или подложить что я до этого взял я вот под шайбу могу вот так подложить гайки и вот поставить и вот таким образом еще немножко поднять если я до такой высоты подниму то уже потом могу и со стороны просто толкнуть я наверное выскочил ключ я думаю что это уже конец ну смотрите не просто но получилось вытащить еще не получилось но вот он уже сейчас я его с той стороны толкну или подложу большие гайки вот здесь для того чтобы еще толкнуть видите распределение там получилось я намазал шарики смазкой ну типа солидола чтобы они не катались а держались и они тогда на солидоле держатся и не катаются иначе другого способа нет повторяйте ну а теперь просто собираем этот узел в обратной последовательности заказываем подшильник сальник у вас они свои вот вот места где затирало как видите и из-за этого был и вот аж стружку тянуло при вращении затирало если вы за не обратите на это внимание то вот здесь прорежет или вот здесь прорежет полосу и начнет пропускать бак и уже тогда все жесткость конструкции поменяется в принципе заклеить можно но бак уже будет не жестким а он выдерживает вибрацию поэтому обратите на это внимание дальше продолжу когда все будет уже сделано сейчас я переходу к следующему этапу это сверлю отверстие значит я сначала выставил все как должно быть тут вы не перепутаете особенно в связи с вот этим выростом и нужно везде выставить одинаковый зазор и в 3-4 местах сначала просверлить отверстие чтобы в дальнейшем все не сдвигалось и закрыть в нескольких местах поставить по одному винту ну и все и теперь что необходимо учитывать что допустим вот здесь есть перегородки и с той стороны тоже время от времени есть перегородки пробуем здесь есть перегородка я могу вот здесь посредине перегородки вот здесь сделать поэтому я сделаю одно около 5-6 сантиметров между отверстиями я нащупал перегородку значит я просверлю здесь смотрите выбирайте такое сверло тут рядом нужно сверлить получается сверло должно быть длинным у меня на 5 сверло и я вставляю винты на 5 и потом закручиваю с гайкой с гровером пластиковым фиксатором пластиковым и тут посредине около 5-6 сантиметров между отверстиями дальше смотрю где я могу здесь просверлить чтобы не мешала перегородка вот здесь я могу просверлить и так сверлю по всему кругу не принципиально но должно быть много винтов почему потому что здесь не толстый бортик как это делается когда вставляются например на заводе по болтам здесь тогда более жесткий бортик делали чем клея поэтому должно быть маленькое расстояние ну и все делаем это по всему кругу мы дошли до того я просверлил отверстия везде и теперь дошли до того что нужно поставить подшипники ставлю оригинальный скф очень важно брать имена оригинальный скф и затем сальник причем сальник нужно будет ставить вместе со специальной смазкой для стиральных машин такое продается в интернет магазинах где продаются сальники для стиральных машин устанавливаем через проставку вот у меня старый подшипник остался этот же потихонечку туда его устанавливаем нежно сначала он идет мягко тут будет устанавливаться сальник ну и устанавливаем до конца еще 10 миллиметров на толщину сальника он должен провалиться точно так же простукивая теперь я уже загонять старую обойму не буду потому что ее потом не вытащишь через через какую-то проставку сейчас достукаю до конца собственно в этом все если поставим и поставим сальник то все остальное уже просто собираем единственное покажу как нужно пользоваться вот таким герметиком можно поставить просто на силикон но я рекомендую все таки например такой полиуретановый герметик зубами не отгрызешь очень хорошо схватывается к поверхности и так я посадил подшипник померил у меня уже где-то 10,1 если сальник померить то где-то 9,9 соответственно хорошо зайдет ну вот теперь он до половины зашел остальную половину посадим через проставку чем ровнее посадите тем лучше но если мы садим прямо до упора в подшипник то он сядет ровно со всех сторон ну получается он должен сесть чуть-чуть ниже уровня поверхности я померил 10,9 то есть на 0,2 ниже поверхности это так для ориентира ну а вообще дальше он просто не пойдет на этом все теперь от лишнего мусора нужно протереть смазать специальной смазкой он не бывает комплект вместе с сальником идет небольшое количество на один раз смазать тут забивать не надо просто внутри между двумя бортиками положить смазку бывает продается в шприце а бывает в тюбике 50 грамм она имеет свои свойства не становится жидкой при большой температуре потому что здесь бывает и 90 градусов и она не вытекает то есть особенная ну и она белая черным цветом не будет замазывать существуют например шрусовые допустим смазки но она черная и в случае чего может попадать на одежду и все выкинуть одежду поэтому вытираем то что тут осталось и будем теперь уже ставить на место барабан какие-то загрязнения остались может быть остались вот от чирканье волосы какие-то цеплялась за пластик барабан цеплялся все это надо убрать остальное в принципе вымоется при стирке начинаем собирать и так напоминаю что внутрь сальника просто откладывается смазка не внутрь всей этой полости а внутрь самого сальника между двумя причем без горки без ничего между двумя его ребрами у нее есть паз и именно сюда это немного тем более что когда вы будете вставлять эти ребра немножко расшириться и часть смазки все равно вылезет но этого будет достаточно единственный момент то когда будете ставить еще саму поверхность на барабане поверхность которая на которой будет вставляться именно ответную часть тоже нужно смазать чтобы она протереть и смазать это я покажу и так для того чтобы можно было поставить как я и сказал нужно эту часть немножечко именно ту куда будет сальник становиться немножко смазать чисто для того чтобы он был не сухим чтобы туда сальник хорошо зашел и не просто гладко зашел все теперь устанавливаем попадаем середину это все ничего не болтается хорошо крутится следующим этапом будет сборка сборка в том смысле установка на силикон по тем отверстиям которые уже есть что необходимо сначала сделать это пройтись растворителем и хорошо обезжирить обе части поверхности с той и с той стороны приступим к установке что же теперь мы переходим к следующему этапу это наносим полиуретан наносим я наношу на обе стороны обратите внимание что вот в этом в этой части будут расширение такое трубка вставляется значит здесь нету перемычки вот здесь она смыкается а здесь вот такая полость связана поэтому здесь вот связываем а здесь вам не показалось перемычки здесь нет это очень важно важно иначе не будет работать термо не пресса стат так ну и я кроме того что так делаю я еще и растягиваю для того чтобы убедиться что оно как бы прилипло так скажем и делаю это с обоих сторон чтобы увидеть что на обоих частях именно прилипло к поверхности и после этого уже буду просто соединять друг с другом и потихонечку буду скручивать после того как я намазал и соединил все части я уже начал соединять их вместе сейчас только подставлял с этой стороны винты и переворачиваю для того чтобы далеко не убежит и с этой стороны устанавливать гайки и потихонечку закручивать единственный момент нужно закручивать не сразу а постепенно подтягивать подтягивать для того чтобы не перекосить гайки по идее пластиковые должно подтянуться вне зависимости это не жесткая конструкция но все равно я начну здесь зажимать там чуть поднимется поэтому буду потихонечку наживлять и закручивать не очень удобные гайки с тем что подкручивать они вручную не закручиваются поэтому потихонечку крутим все гайки ну вот так в принципе уже полностью все прокручено единственное что в некоторых местах пришлось даже прокладки поставить очень маленький зазор сдвинуты края сэкономили на бортике просто некуда было поставить прямо на выходе из пластика получился шайбочка не помогала все равно съезжает пришлось вот такую пластину поставить сюда ну и вот так работает теперь все отлично собираем в корпус в принципе все что нужно сделать это сейчас опустить его в корпус и прикрутить на место ставим на амортизаторы пружины и всю обвязку прикручиваем и так переходим к установке в корпус но не забудьте перед установкой прикрутить нижний подвес он только в вытянутом состоянии будет прикрутиться и устанавливаете пружины петлями крючками наружу будете цеплять за корпус как видите за эту штуку все зависит от размера барабана чем уже тем если бы он был уже то на эту петлю было на этой петле нижняя и вот эта петля в этой модели цепляем как и было устанавливаем и зацепляем и так что я сделал дальше я поставил сам барабан внизу подключил резинку которая от барабана к насосу и залил воды просто шлангами залил воды для того чтобы посмотреть а стоит ли собирать дальше вдруг какая-то течь есть и надо разбирать судя потому что вот там под ней сейчас все сухо все в порядке значит все нормально склеилось и теперь начинаем собирать дальше в обратной последовательности ну а тут и вот эту тоже там шланг нужно подсоединить к баку чтобы с него тоже не вытекло здесь я пока просто надел надевается просто отодвигаем и запихиваем сюда еще нужно надеть хомут специальный из проволоки но пока пока так чтобы дальше собирать нужно поставить клапана прикрутить утяжелитель и ставить вот контейнер для порошка после того как я поставил утяжелитель контейнер все прикрутил на место тут всего один разъем подсоединяется плата вот проводочек так тут синий на первый ставится он немножко фиолетовый слегка голубоватого цвета фишка белую во вторую важно не перепутать ну и все я теперь немножко вот так вот перевернул машинку и с этой стороны конечно темновато но сейчас буду устанавливать электродвигатель и подключать к нему провода и все по поводу проводов смотрите датчик температуры там один такой разъем на тэне на нагревателе не перепутайте вот эти два коричневых включается тэн без разницы левое право право лево при 220 это на тэне есть прямо на корпусе заземления то же самое есть на корпусе электродвигателя ну и вот этот разъем по-другому в разъем электродвигателя не станет поэтому тут все просто подключаете и все ну что же вот уже стирка выполнена стиральная машинка работает хорошо с этим нет никаких проблем никаких телепаний полностью отработал весь цикл подтеканий внизу воды нет значит все отдаем довольному клиенту потому что уже спрашивают дома без стиральной машинки плохо смотрите на нюансы повторяйте это не так сложно данная ситуация и непростая конечно с распиливанием барабана но это все возможно сделать обыкновенным инструментом никакого дополнительного специнструмента спецматериалов не нужно увидимся на канале я